приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня в этом видео делим внимание народным приметам на 29 августа поговорим о том что обязательно нужно сделать в этот день 29 августа что ни в коем случае нельзя делать а также поговорим о суевериях и традициях этого дня 29 августа православные верующие отмечают третий спас ореховый а церковь в этот день вспоминает перенесение нерукотворного образа спасителя согласно библейскому предания иисус христос умыл лицо водой и затем вытер полотенцем на котором отобразился его лик по поверьям этот холст может исцелять людей и творить настоящие чудеса праздник в честь перенесения нерукотворного образа спасителя в константинополь народе люди отмечают в этот день спас на полотне ореховый или хлебный спас хозяйки в этот день старались сделать заготовки на зиму орехов и ткали обязательно полотно мужчины собирали пшеницу с полей а люди постарше выпекали в этот день вкусный хлеб готовили блюда из орехов и обязательно отправляя отправлялись в церковь у наших предков был небольшой обряд они таким образом праздновали конец лета и начала осени после похода в лес нужно было высыпать собранные орехи на это полотно а вокруг разложить вкусные сезонные пожитки животные погоды в этот день предсказывали будущую погоду на неделю месяц и даже год на покров будет холодно и морозно если журавли начинают отлетать к третьему спасу осень будет тепло если начался дождь с грозой к морозной зиме будет хороший урожай орехов в следующем году также будет хороший урожай хлеба если много орехов в этот день запрещалось в этот день и ругаться обижать кого-то злиться или конфликтовать не стройте в этот день долгосрочных планов и не связывайте себя серьезными обязательствами есть риск переоценить свои возможности и загнать себя в ловушку решайте вопросы которые по силам вам сосредоточьтесь на текущих делах именно они они события прошлого или отдаленного будущего сейчас заслуживают вашего внимания и поскольку вам сейчас довольно трудно разобраться кто вам друг а кто вам враг лучше просто сократить контакты и сосредоточиться на самостоятельной работе сейчас вам нужно вести себя достаточно жестко по отношению к людям которые зависят от вас отдавайте четкие распоряжения требуйте немедленного и безукоризненного выполнения пытайтесь в этот день избегать ссор сглаживайте все проблемы вашу проницательность оптимизм и творческий подход к любому делу могут привести к высоким результатам вам хочется и у вас получается командовать руководить и отдавать распоряжение беда лишь в том что для успеха этого недостаточно придется и самому тоже потрудиться но вы с удивлением обнаружите что не только способны на трудовые подвиги но и получаете от этого некоторое удовольствие особенно приятно это открытие будет тем кто сомневался в том что выбрал правильную дорогу в жизни и вы поверите что у вас есть все шансы преуспеть в любом деле где нет лично подход для общения с животными пушистые пушистые друзья зарядят вас позитивом на весь день скорее всего после такого общения вы захотите для себя домашнего питомца но стоит понимать что ответственно ответственность ложится очень большая на ваши плечи даже если этого хочет ребенок нужно уделить время для разговора а не спешить делать такие спонтанные покупки новые дела пусть подождут так как со старыми недоработками предстоит хорошо повозиться возможно придется до позднего вечера поработать в режиме аврала вследствие этого ваше настроение будет портиться и меняться ежечасно делом навалилось не в проворот и со всеми надо как можно быстрее покончить старайтесь в это время ни с кем не спорить и поменьше обращайте внимание на то что у вас говорят и перестаньте все время оправдываться день в основном пройдет неплохо если вы не станете ожидать от окружающих невозможного у вас наступил момент когда рассчитывать нужно в первую очередь на собственные силы не упускайтесь под контроля свои дела кто-то может ими заинтересоваться и слегка подпортить у вас будет возможность справиться с текущими делами навести порядок решить какие-то проблемы последнее время не дававшие покоя вам и вашим близким многие дела которые казались вам сложными и требующими больших усилий на самом деле просты и незамысловаты в это сразу поймете когда возьметесь за них вместе с хорошим помощником появятся новые цели идеи и планы и вы не откладывайте реализацию задуманного так как сегодня можно много добиться если только вы будете проявлять настойчивость чем раньше вы расставите свои приоритеты тем проще будет отбросить все лишнее не отвлекаться на мелочи сегодня удачи будут способствовать вам но это не повод расслабляться и бездельничать вероятны знакомства которые получат романтическое продолжение если вы проявите инициативу многим сегодня повезет в любви будет возможность порадовать любимого человека приятным сюрпризом день благоприятен для занятий спортом желательно под присмотром все-таки тренера вечер сегодня дает возможность вам отдохнуть восстановить свои силы и приятно провести время регулярный режим упражнений дарит вам присутствие духа чтобы определить следующий шаг в жизни старайтесь избегать перегрузок и стресса утомительная работа изнурительные спортивные тренировки сейчас все-таки нежелательны все может закончиться истерикой очень полезны сегодня прогулки смена обстановки и новые впечатления количество и качество отдыха которое вы даете себе прямо пропорционально вашей способности знайте получать то что вы хотите так что возьмите себя в руки настройтесь на новые свершения а именины празднуют в этот день 29 августа александр анна герасим степан и яков что же можно делать в этот праздник ореховый спас 29 августа нужно потратить время на сбор урожая орехов и приготовление из них различных блюд обязательно нужно прийти в церковь и помолиться за те дары которые дал господь а после весело отметить за большим столом кроме того в этот день было принято дарить небольшие подарки друзьям и родственникам в этот день занимались посевными работами наши предки говорили что третий спас хлебоприпас они знали что время в это время пора завершать сбор пшеницы и начинать посадку озимых поэтому часть праздничного дня проводили в поле в этот день наши предки петли пироги хлеб а из муки нового урожая обязательно готовили выпечку не обязательно постную ведь третий спас отмечали уже после успенского поста в этот день наши предки посещали церковь верующие отправлялись фрам на утреннюю службу после которой освещали выпеченный хлеб из нового зерна также в этот день наши предки покупали полотняное или холщовое изделие холщовым этот спас называют в честь перенесения в константинополь нерукотворного образа иисуса христа по преданию на полотенце которым отер лицо христос опять отпечатался его лик а сам холст мог исцелять больных в этот день на руси проводили ярмарки где торговцы предлагали купить полотняные изделия также в этот день наши предки собирали орехи считается что к третьему спасу поспевают орехи именно с 29 августа их можно собирать на орехах было построено одно нехитрое гадание выбираете себе плод загадывайте желание и ломаете скорлупу если орех окажется зрелым то все используется если гнилым или пустым то желанию не суждено сбыться также в этот день устраивали праздничный ужин на стол ставили свежую выпечку в которой добавляли собранные в этот день орехи позволялось присутствие алкогольных напитков чаще всего это была настойка из грецких орехов также в этот день обязательно мылись в бане причем париться нужно было обязательно вениками из орешника они как считалось могли защитить от глаза в этот день обязательно обязательно и чистили колодцы а потом садились за стол гостям подавали выпечку с орехами и ореховую настойку также в этот день 29 августа были и запреты которые наши предки выполняли передавались поколение в поколение и так что же нельзя делать на ореховый спас во-первых работать по дому этот запрет пожалуй больше бы того ведь в ореховый спас вся семья была занята работами на улице кто-то собирал зерно кто-то орехи в этот день нельзя было ругаться сквернословить желать зла впрочем от этого стоит воздерживаться и в любой другой день года также в этот день нельзя было переедать хотя успенский пост уже позади на праздничном столе появилось мясо молоко и алкоголь следует знать меру не позволять себе предаваться чрево угодию тоже в этот день нельзя бездельничать также 29 августа не стоит праздновать этот день в одиночестве иначе можете целый год прожить одним и в этот день как мы уже сказали ранее нельзя убираться иначе можете лишиться финансового достатка ну а само число 29 августа говорит нам о том что вы обязательно должны этот день провести в хорошем настроении потому что таким образом вы войдете в новую неделю с радостью с удовольствием как мы помним прошлая неделя выдалась эмоционально и физически сложно и поэтому нужно позаботиться о том чтобы сохранить ресурсное состояние друзья всем их вас поздравляем с праздником желаем всем мира любви и гармонии с вами как всегда был канал зато река для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал за наставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии а прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много ценной важной нужной интересной для вас информации всех вам благ